Попытка номер три. Желание все-таки перебарывает страх. Хотя попытки все-таки были. И я была просто поражена. Типа, заткнись, надоел уже тут лаять. А вот эксперимент с кисой Алисой. Привет, я Энни Мэджик. Со мной тут моя кошка, собачки и другие питомцы. И я подумала, что вы уже, наверное, соскучились по остальным животным, кроме бабочек. И поэтому решила снять какое-нибудь прикольное видео, наконец-то, уже с ними до своего отъезда в Москву. Потому что, если вы не в курсе, то 5 мая я буду в Москве. У нас с вами будет фан-встреча. Я всех приглашаю в Крокус Экспо, выставка Евразия. Я там буду с 10 часов утра. Если что, подробности еще напишу в инстаграме питомцев или в своем инстаграме. И надеюсь, что мы успеем к этому моменту сделать вот такие всякие штучки. Я знаю, что вам очень понравилась вот эта вот футболка с Юмичу. Она, правда, такая великовата, большая мне немножко. Но будут другие размеры и, конечно, другие рисунки. Не только тря-тря-тря-тря-тря наши. Короче, увидимся, приходите. Я думала, чтобы такого снять, и вспомнила, что вы очень любите все наши ролики в стиле «Что будет если?», прикольные эксперименты. И мне совершенно спонтанно в голову пришел такой эксперимент, который я решила назвать «Чужая миска». Так что подписывайся на канал, чтобы никогда не пропускать самые новые видео с разными моими питомцами. И начнем. Итак, для собак я возьму миску, которая ничья, и никто из нее не ест, чтобы она не пахла никем из них. И положу туда любимый собачий корм. А для киса Алисы также не в ее миску я положу пакетик кошачьего корма, который прислала подписчица, потому что в норме мы едим натуральную еду, а такая еда сводит ее с ума. Собачью миску охранять будет вот такой вот песик, позади которого лежит телефон с записями рычащих и гавкающих собак. А кошачью миску, в свою очередь, будет охранять котик с кошачьими голосами. Я расположусь со всеми в другой комнате и буду наблюдать за тем, что происходит в экспериментальной комнате, так же, как и вы через экран монитора. Только я, в свою очередь, еще и буду удаленно включать голоса животных на айфоне. Питомцы будут со мной в комнате, и мы будем выпускать их по одному и дожидаться, пока они сами зайдут в экспериментальную комнату, чтобы полакомиться едой из чужой миски, пока никого нет. Но не тут-то было. Там их ждет тот, кто эту миску охраняет. Ставьте лайк этому ролику, если их будет много, я пойму, что вы хотите как можно больше прикольных всяких экспериментов с питомцами. И напишите в комментариях какие-нибудь свои идеи, экспериментов. Самые оригинальные мы, возможно, даже воплотим в роликах. А теперь давайте начинать. В комнату попадает Софи. Гав первый раз. Софишин взгляд устремляется на еду. Проверка территории. Что за звук? Она пытается все понять. Софи ищет следы чужака, но не находит. Пока чужак молчит, Софи выбирает очень интересную и хитрую тактику. Она идет в первую очередь не к еде, хотя поесть очень любит, а к самому чужаку. Но с таким видом, типа я шла мимо. Так, вроде лает, рычит, но не нападает. Отходим. Через пару минут можно попробовать двинуться к еде. Попытка номер один. Так, чужак не разрешает трогать еду. Софи его не боится. Она просто ложится рядом с миской в ожидании дальнейших действий чужака. Чужак замолчал. Попытка номер два. Неудачная. Ничего, подождем. Сделаем вид, что мы вообще тут не для этого лежим. Просто так, хорошее место для отдыха. Чужак снова замолчал. Попытка номер три. Опять неудача. Чужак снова заметил. Ничего страшного. Продолжаем делать вид, что мы тут вообще не для еды. И не нужна нам его миска вообще. Попытка номер четыре. Удачная. Получилось стащить пару корминок. Но чужак явно против. Странно, почему он не нападает, только лает и рычит. Но лучше от таких держаться подальше. Наверное, так думает Софи и больше не рискует. Софи скорее поступила мудро, чем от страха. Она решила не ввязываться в конфликт. А вот и ее брат Эйвон. И уже сразу на входе заприметил чужака. Но и корм тоже почувствовал. Облизнулся и двинулся вперед. Но тут чужак издал свой первый звук. Эйвон, наблизываясь, не особо испугался поначалу. Но решил пока что отступить. Видимо, хочет понять ситуацию. Пока чужак долго и нудно рычал и защищал свою еду, Эйвон очень терпеливо ждал. Вот Эйвон начинает аккуратно, настороженно направляться к миске. Чужак пока что молчит. Как и любая собака и хозяин дома, Эйвон пытается унюхать чужой запах. Есть ли тут чьи-нибудь следы? Делает он это очень долго. Чужак молчит. Эйвон все-таки не решается подойти к миске, а чужак пытается его спугнуть. Но так хочется вкуснятины, что желание все-таки перебарывает страх. И Эйвон через нежелание чужака делиться, старается незаметно подкрасться к миске. Типа, я тут мимо проходил, посмотрите на его невозмутимый вид. Я че, а я ничего. Хотя он явно переживает. В конце концов, грозное рычание, лай и агрессия чужака не позволяет Эйвону полакомиться, и он испуганно сдается. Чужак даже смог выгнать его из комнаты. А наша Миша-трусиша даже не решилась подойти к корму, при том, что очень его любит. Голос чужака сразу отбил любое желание попробовать еды из чужой миски. Хотя попытки все-таки были, но слабенькие. И в конце концов, Миша села в лежанку и стала наблюдать. А в это время выскочившая вместе с Мишей из двери моей комнаты киса Алиса решила проверить обстановку. И случайно попала в комнату экспериментов. Видимо, она захотела посмотреть, что же тут такое происходит. Она обошла чужака, понюхала его особо, им не заинтересовавшись, проверила, что в миске, но тут чужак решил проявить себя. Кису Алису его повадки явно напрягли, и она решила удалиться. Следующей в комнату зашла Юмичу, и я была просто поражена ее поведением. Наш бесстрашный покемон, особо не изучая ситуацию, сразу отправилась к миске. Чужак начал защищать, но реакция Юмичу оказалась оригинальнее всех. Она сказала ему «Привет» и пошла кушать. И как бы чужак не защищал свою миску, Юмичу он, по-моему, особо не напрягал. Но дальше начинается самое интересное. Чужак пытается напугать Юми, но она решает либо дружить с ним, либо просто устранить соперника и спокойно поесть. Типа «Заткнись, надоел уже тут лаять». Чужак еще немного посопротивлялся, но Юмичу, по-видимому, все равно. Она совмещает игру с чужаком и поедание корма из миски, которую он так от нее охранял. Периодически лупит его, предлагает присоединиться к ее играм. И в итоге она наедается, ей наскучивает и она уходит. А вот эксперимент с кисой Алисой поразил меня еще больше. Что сыграло такую роль в Алискином поведении, которое вы дальше увидите? Наркотическая еда или же глубокая душевная кошачья равновесие? Я даже комментировать это не могу. Ничто не могло остановить кису Алису во время еды. Никакой злой кот-защитник своей миски не мог повлиять на твердое намерение кисы Алисы доесть всю миску до конца. Она даже устроилась поудобнее. Вы только посмотрите на это. Морда, типа, отвалите, не мешайте. А вот кот, залаевший вдруг голосом собаки все-таки смог насторожить кису Алису. Но тоже ненадолго. Но самое удивительное, наверное, для меня в этом всем было то, что собаки почему-то больше реагировали на камеру, чем на саму игрушку. Особенно Юмичу. Возможно, звук айфона разлетался по комнате, и им казалось, что звук идет не из игрушечной собачки, которая должна лаять, а именно из камеры. Даже киса Алисы, когда звук оказался очень громким, стала оглядываться по сторонам и наверх. Кстати, ребят, на днях мы спустились все-таки в подвалы того самого страшного замка, в котором я нашла чужой дневник, и повстречали там нечто невероятное. Я до сих пор, если честно, отхожу. Это просто не описать никакими словами. Потом посмотрите ролик уже на моем канале. Ссылка будет там. Ну, а на канале моих говорящих животных, где я их озвучиваю, ролик, объясняющий, почему, возможно, нам придется удалить канал Magic Pets. Вот такие дела. И я надеюсь, вам понравился наш эксперимент. Если да, ставьте лайк, пишите свои идеи. И увидимся 5 мая в Москве. Все. Пока.